Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Наталью Шаронову отправили за ворота на голосование, а вот Саймон Марданшин просто отправился в отпуск. Он и Анна Брянская остаются участниками проекта. Слухи об их уходе от Виктории Комиссаровой не подтвердились. Валерий Блюменкранц так и не смог пристроиться на проекте, поэтому уже находится в Сочи. Александра Черно в очередной раз решила сменить имидж, сняв все поврежденные волосы и решив оставить только свои собственные. Иосиф Агнесян, обещавшись брить щетину, когда вес жены упадет до 130 кг, обещание выполнил. Неужели Саша похудела? На поляне волна травматизма. Дмитрий Дмитренко повредил спину на стройке. К врачу также обратилась Анастасия Иванова и Ирина Пингвинова с травмами нижних конечностей. Уже 8 августа мая Донцова и Алексей Купин узаконят свои отношения. Впрочем, пару дней назад в сети появились слухи о том, что парочка вновь отложила торжество. Напомню, в прошлом участникам Дома-2 не единожды приходилось переносить бракосочетания по самым разным и неожиданным причинам. Все точки над Ир оставили сами будущие супруги. Как оказалось, Майя и Леша прекрасно осведомлены, что и хейтеры отсрочили их свадьбу. Однако на деле пара твердо намерена отправиться в ЗАГС именно в начале августа. А вот само торжество молодожены перенесут на 10 дней позже росписи. К слову, влюбленные не скрывают, подготовка к свадьбе дается им непросто. Хотя бы потому, что они очень сильно ограничены во времени. Накануне Анна Бузова опубликовала в сети фото из студии звукозаписи и сразу оказалась в эпицентре скандала. Младшую сестру поющей ведущей упрекнули в желании стать популярной за чужой счет. Пользователи социальной сети убеждены, Анна запела в надежде на то, что родственные связи с Ольгой помогут ей пробиться в мире шоу-бизнеса. Впрочем, существует и другая версия. Преданные фанаты Оли предположили, злопамятная сестрица начала травлю. В действительности, Аня всего лишь озвучивала роль в одном из мультиков, но быстро сориентировалась и решила не упускать повода для злой шутки. Напомню, черная кошка между сестрами Бузовыми пробежала еще зимой, когда с отдыха в Куршавелле девушки вернулись в порознь и с тех пор больше не общаются. Причины ссоры по-прежнему остаются для фолловеров обеих сестер загадкой. Друзья, пожалуйста, оцените это видео! Поставьте лайк или дизлайк! Интересная новость с сайта шлок! Леша Кудряшов каждый день перед сном проводит беседы со своими подписчиками и рассказывает им, что происходит на острове любви. Вчера во время прямого эфира парень рассказал, что его отправили в отель без камер с любовью Дробковой. Люба ему нравится как человек, но никакой симпатии у него к ней нет. Участник признался, что настоящая любовь у него к океану, но и себя он тоже любит безмерно. Алексей Кудряшов счастлив, что избавился от Болинской и больше не собирается с ней сходиться. Кудряшов говорит, что в полном восторге от того, что катался весь день с Андреем Черкасовым на яхте и от командировки в отель без камер, где можно слушать музыку, гулять и пить. А Настя, она до такой степени ему надоела, что он устал слушать критику в свой адрес, прогибаться, участвовать в ссорах и выглядеть глупо в глазах телезрителей. Парень надеется, что ему поступит выгодное предложение работать моделью в Китае или Израиле. И тогда он не исключает, что покинет проект, ведь его кроме комфорта ничего не держат на реалити-шоу. Алена Савкина и Илья Яббаров сошлись чуть больше месяца назад, а окружающие с нетерпением ждут, когда парочка озвучит планы на будущее. Как оказалось, и ведущие, и коллектив, и зрители убеждены, Илье и Алене не следует откладывать в долгий ящик свою свадьбу. Тем более, что их связывают не только взаимные чувства, но и общий ребенок. Не против жениться и сам саратовский шансонье, и, судя по всему, единственная загвоздка, мешающая ему добраться до ЗАГСа, это отсутствие денег. Впрочем, эту проблему Илья уже решил. Участник Дома-2 предложил подписчикам скинуться на роскошное торжество для них с Аленой. Озвучил Ябаров и сумму, которая требуется ему на свадьбу мечты. Илья посчитал, если 1280 человек соберут по 10 тысяч, они с Аленой смогут ни в чем себе не отказывать. К слову, фолловеры в шоке от подобных запросов обнаглевшего домовца. Еще пару лет назад Курбана Амарова нельзя было причислить к идеальным мужьям. В то время семейному досугу Амаров предпочитал гулянки по кабакам. А Бородиной стоило огромных усилий простить благоверному многочисленные измены. Судя по всему, ненадолго присмиревший Амаров вновь взялся за старое. В сеть попали кадры, на которых Бородина прилюдно поставила на место загулявшего супруга и устроила ему публичные разборки, лишь бы привести в чувство. И все потому, что сам Курбан позволил себе фривольные танцы с другими. Впрочем, никакого особого действия скандал не возымел. В то время как Бородина сидит дома и смотрит сериалы, Курбан продолжает развлекаться в компании друзей и малознакомых девушек. И если так будет продолжаться и дальше, недалеко до развода. Зрители не перестают удивляться пошлой фантазии сценаристов Дома 2, особенно когда речь заходит о конкурсах. Так, в свое время фолловеры шоу имели счастье наблюдать едва ли не за публичным соитием некоторых парочек в рамках одного из состязаний. И теперь очередь дошла и до соревнований орального плана. Юлия Щегловой пришлось набить рот чупа-чупсами, и это явно носило сексуальный подтекст. К слову, девушка с заданием справилась на ура, по крайней мере шокировала своими способностями и бойфренда, и коллектив. А вот фолловеров Щеглова явно разочаровала. Как оказалось, многие даже не подозревали о том, что Юля настолько пошлая и похабная. Некогда ярая поклонница футбола, теперь Ольга Бузова предпочитает хоккей. За последние месяцы Олю не единожды видели на игре хоккейного клуба Авангард. Причем на трибуне Оля неизменно красовалась в свитшоте с фамилией одного из игроков, 23-летнего Дениса Зернова. До недавнего времени фолловерам оставалось лишь гадать, что на самом деле связывает парочку. Однако пару дней назад в большом интервью спортивному журналу все точки над и расставил сам Денис. Так, молодой человек дал понять, что не знаком с Ольгой лично. Как оказалось, Зернов искренне недоумевает, откуда у Бузовой кофта с его номером и фамилией, а также зачем она приходит на игру. А вот о том, что поющая ведущая звонила руководству его клуба, чтобы спросить о здоровье, хоккеист и вовсе не знал. Молодой человек пошутил, что при таком раскладе заботливая Оля могла попиарить его в социальной сети. Денис посетовал, в отличие от Бузовой, он никак не может набрать даже 10 тысяч подписчиков. Отношения Анны Брянской и Сергея Захарьяши, мягко говоря, не ладится. Девушку раздражает не только холодность бойфренда, к слову, теперь бывшего, но и тот факт, что в коллективе ее все время сравнивают с его бывшей девушкой Лилией Четрару. Причем сравнение не всегда в пользу самой Ани. Брянская убеждена, она в разы лучше своей предшественницы, хотя бы потому, что никак не связана с эскортом. Впрочем, судя по свежим фото, о недостойном ремесле давно забыла и сама Лилия. Экс-участница Дома-2 осваивает новую для себя профессию ведущей. Сейчас Четрару проходит обучение в одной из школ телевидения и совсем скоро будет вновь мелькать на экранах телевизоров. Правда, уже не в рамках Дома-2. Федор Стрелков доводит до слез Настю Сетевят. Молодой человек постоянно ее критикует и выражает недовольство ее фигурой. Девушка обижается и уверяет, что если молодой человек симпатизирует своей девушке, он не станет обсуждать ее внешность. Ей же обидно слышать такие вещи, но дело в том, что Федя всего лишь делает то, что попросила его Настя. Девушка сама жаловалась на фигуру, на лишний вес, который у нее никто не видит, кроме нее самой. Она просила молодого человека помочь ей похудеть, еще когда он был в столице, а она на острове. И вот он прибыл на остров. Конечно, Федя всячески пытается мотивировать свою возлюбленную на похудение путем тренировок и диет. Он прямо заявляет, что она должна следить за собой и стремиться избавиться от лишнего веса. Делает, конечно, грубовато и в присущей многим мужчинам форме, но это уже такое дело, как умеет, так и делает. Настя, а чем ты недовольна? Ты же сама просила его помочь. Не надо злиться, все он правильно говорит. Хотела худеть, худей. Не злись, внушила ему, что толстая, теперь внушая, что худая, отреагировали зрители. Фолловеры уверены, что Насте, самой придумавшей себе проблему, теперь нужно поговорить с молодым человеком откровенно. И если она решила остаться такой, как есть, уточнить, что ей уже нравится ее фигура. И если хочет и дальше худеть, то пусть прислушивается к его высказываниям и не возмущается. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.